Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о кино и часто о детской литературе. И сегодня я познакомлю вас с антигероем своего детства. Итак, Питер Пен, знаменитый, классический Питер Пен Джеймса Барри. В исполнении Квентина Гребана, это издательство и нас книга, великолепного современного иллюстратора. Посмотрите, какой здесь лукавый, задорный Питер выглядывает из-за шторы. Прибил бы, честное слово. Почему? Почему я так не люблю этого героя? Ну, конечно же, я его люблю. И, конечно же, в исполнении вот этого прекрасного иллюстратора он совершенно живой. Посмотрите, какие чудесные пираты на форзаце. Ну, то есть, вот просто и страна нет и не будет. Она здесь просто нарисована так, что ты в нее веришь. И прекрасная их собака няня Нена, да, и все дети. И Венди, конечно, Венди прекрасна. Дело в том, что в детстве я, конечно же, немедленно влюбился в Венди. В девочку, которая выполняет для этих несчастных, полуволшебных мальчишек. Не забываем, что Питер, он собака волшебный мальчишка. А эти полуволшебные, они потерявшиеся. И они, конечно, могут и погибнуть, и пострадать, да. Да и Питер может утонуть. Помните, он там чуть не утонул на скале, которую заливал прилив. Но он погибнет с мыслью... Это же, в сущности, смерть это тоже одно приключение, еще одно приключение в моей жизни. А мальчишек жалко, потому что их реально могут поджарить индейцы. Но, впрочем, с индейцами у них все хорошо. Индейскую принцессу спасают, и они заключают тактический союз против пиратов. А их, значит, могут запросто поймать и убить пираты, к чему они и стремятся. И, собственно говоря, множество таких вот именно пиратских, таких жестких деталей в этой книге, они покалывают, как иголки, сквозь мягкую подушку. И в этом отношении Питер Бен, конечно, мастерски написан. Автор позволяет себе невероятные вещи. Вспомните знаменитое хождение по кругу. В одеждании Питера Пэна, который покинул страну, нет и не будет, улетел со своего волшебного острова, значит, все оставшиеся герои не знают, что делать. Это вроде персонажей ожившей книги, которые без присмотра автора непонятно, чем занимаются. То есть им совершенно не ясно, а что дальше-то. Вот сюжет вроде остановился. И вот они ходят по кругу, значит, мальчишки крадутся, выслеживая пиратов. За ними крадутся пираты, за пиратами крадутся индейцы. Я не шучу, то есть они реально проходят. Автор говорит, давайте посмотрим, спрячемся в кустах, посмотрим, кто будет ходить мимо нас. И вот они, значит, проходят. А за ними идут дикие звери. Вы забыли, там пиратами дело не ограничивается. Там еще дикие звери, волки и, конечно же, тикающий крокодил. Но почему тикает крокодил, это не спойлер. Потому что, по-моему, знают это все, даже младенцы. Крокодил, к счастью, проглотил вместе с рукой пирата наручные часы. И они тикают. И если бы не это тиканье, которое предупреждает о его появлении, этого крокодила, то, конечно же, давно бы съели пирата, потому что он персонально за ним охотится. А как и почему он съел его рукой, об этом я вам не расскажу. Ладно, вы прочитайте сами в книге. Но если вдруг вы не читали. Теперь об антигерое Питере Пене. Во-первых, вы понимаете, любое существо в литературе, обладающее магическими силами, а я поздно прочел эту книгу, мне было лет 12 уже. Я уже совершенно был неподходящим читателем. Я уже понимал, насколько большую ответственность твои волшебные способности накладывает на тебя. Если фею Динь-Динь мне хотелось просто придушить, собственно говоря, я с тех пор не доверяю феям и плохо к ним отношусь. И только великолепные рисунки французского художника, вот забыл фамилию, наверное, об этом посмотреть, который изобразил вот этих феей, вот этих вот маленьких кроватых существ. И потом несколько еще других книг, которые прекрасны. А также любовь к феям Конан Дойля, который реально купился на фотографии фей маленьких, созданий волшебных, сделанных в саду двумя девочками. И, значит, поехал это дело расследовать. И выступил со статьями в защиту этих фей и так далее. Это была нашумевшая история. Педняк лоханулся, как никто. Но он вообще был большой мистик под старостью. Верил в духов и занимался чем угодно. То есть Конан Дойля там отдельная история. Вот потом это уже все наложилось на мое восприятие к фее. И как-то я как-то смягчился. У меня даже есть среди знакомых сейчас вполне нормальные феи, с которыми я дружу. Но Динь-Динь до сих пор хочу придушить. Вот, значит, не только за Венди, просто за поведение. На взгляд меня, 12-летнего, совершенно недостойное и недопустимое. Так и тип Питер Пэн ведет себя абсолютно недопустимо. Для него понарошку и реально смешиваются. И он может покормить понарошку обедом ребят. И мало того, даром, что они остались голодными. Конечно, Венди, когда выступает в роли мамы, мамы такого не допускают. То есть у нее все как должно быть. Она навела порядок в этой вольнице казачьей. Но когда детки остаются без присмотра, Питер делает как хочет. Он раздает приказы. Он может летать. Он делает совершенно волшебные вещи. Он не боится смерти. Он не боится увечий и каких-то проблем, Потому что он волшебный. И вот эта фантастическая безответственность, Потрясающий экоцентризм, Которые, конечно же, списаны с маленького ребенка. В чем секрет книги Барри? Это я уже рассказываю для взрослых читателей абсолютно всерьез. Отвлекаясь от своих окна про антигероя. В чем секрет прозы Барри? Потому что вот эти детали, эти черты Списаны с живого совершенно мальчика. Не обязательно конкретного. Не обязательно был один единственный прототип биографический у автора. Просто когда наблюдаешь за детьми, ты это подмечаешь. Характер еще не сформировался. Он еще пластичный. Вот эта глина, которая потом слепит красивый портрет, Красивую статую нашего характера, нашего самосознания, Она еще не налеплена. И торчит вот этот жесткий каркас. Каркас этот, это, конечно, эгоизм. Каркас этот, это, конечно, тренировка своей воли. Хочу и сделаю вот это вот, да. Потому что каркас этот, конечно, непонимание нужд и проблем других людей. Абсолютно не наплевательство на них. Ребенок просто еще не знает, как нужно себя вести в той или иной ситуации. К сожалению, от природы мы всего лишь маленькие говорящие обезьянки. Мы совершенно ничему этому не научены. Только доброе и долгое воздействие семьи, товарищей, бабушек, дедушек, Долгое общение с людьми, очень-очень болезненные первые опыты. Опыт первого вранья, опыт первой тайны, жгучей, стыдной какой-то. Опыт, значит, первого насилия, да, когда ссора перерастает в первую драку. Вот эти вот опыты, они потом формируют будущего человека. Нормального, взрослого, который, конечно же, вырос. Вот этого вот взросления и боится Питер Пен. И как любой ребенок, он всегда хочет оставаться таким самолюбивым, эгоистичным, себе вольным, все абсолютно себе позволяющим, да, но при этом никто не отменяет и его доброты. Он же все-таки добрый мальчик-то, когда вспоминает об этом, конечно. И его фантазии, он прекрасный выдумщик, он выходит из невероятно сложных ситуаций, находит выходы. Конечно, это барик, конечно, все списано, подмечено в детских играх, да, в том же самом Кенсикстонском саду. Да, только живое, реальное портретирование детей может сделать образ таким веселым. Ну и, конечно, в нем мерцает такое загадочное, магическое совершенно непостоянство, да, потому что то он простой мальчик, который, значит, совершенно и боится, и плачет, и, значит, и рукается, да, и командует, да, то он волшебный герой, которому все ни почем, то он непонятно какой вообще герой трагедии, да, потому что где родители Питера, Топена, каково жить, зная, что у тебя не просто ты потерял маму и папу, да, то есть они у тебя были, у тебя их никогда и не было, не было, представляете, какой ужас, да, он сам по себе появился на свет. Вот это вот подразумевается в начале книги, а разгадку вы все узнаете в конце, я, конечно, не буду вам ничего рассказывать, вот, значит, но вот это волшебное совершенно, очень смешная местами книга, книга, в которой автор позволяет себе невероятные вещи, как вот это вот абсурдное совершенно хождение по кругу, да, в отсутствии главного персонажа, да, остальные герои не знают, чем заняться, ну и вот так вот это, это настолько глупо, что даже ребенок смеется над этим, да, но это, естественно, там на полном серьезе написано, а что если догонят, если кто-нибудь из них задержится, да, немедленно случится кровавая схватка, да, потому что его преследователи догонят, и вот это прям серьезно так рассказывается, вот, это меня еще в детстве поразило, что можно всерьез такое писать, да, вот, ничего себе писатель, да, это все очень-очень реалистично, а реализм здесь он особый, он, конечно, вон, посмотрите, какой прекрасный пират, тут, конечно, тут, конечно, очень сложно что-то говорить о том, как относишься к пиратам, значит, к индейцам в этой книге, да, здесь, конечно, есть отрицательный, откровенный персонаж, вот, очень-очень-очень грустные местами, очень смешные места, местами откровенно нелепые, так и написано, чтобы посмеяться над этим, история, которая меня будоражила, воображала, но только, когда я вырос, я понял, почему Питер такой, я понял, почему Питер Пен всегда останется таким, я понял, почему в Питере Пен я вижу, как в зеркале отражение многих-многих мальчишечек, которых я видел, значит, в возрасте примерно от 6 до 10 лет, вот, читайте, наслаждайтесь, это, конечно, классика детской литературы, а по поводу антигероев, что же я вам скажу, ну, сделайте так, чтобы ребенок все-таки захотел вырасти, это очень важно, чтобы он понимал ценность вот всех вот этих уроков, о которых я говорил всерьез, рассказывая, в своей части рассказов, предназначенных для родителей, вот, Питер Пен в прекрасном исполнении Квентина Гребана, современного иллюстратора, издательства «Военность книга», все-таки классика, а в пересказе Ирины Токмаковой. Спасибо за внимание.